Вопрос она задала, я по-своему ответил. Чем различаются школы? Есть ли различия в школах? Русских, американских, азиатских, там еще чего-то. Мое мнение было, что клиент все делают одинаково и разница в небольших деталях. Ты что-нибудь можешь сказать? Я прошу как-то принциповать, выдачу в принципе постановку запроса. Я за всю свою жизнь знаю только одно. Есть педагоги хорошие, есть плохие. Нет никакой разницы в школе. Есть одни и те же комбинации. У всех абсолютно балетмейстеров. У Петипа, у Баланчина, у Бижара, у Ролана Петти, у кого угодно. У Макмивана одна и та же комбинация. Допустим, Арабеск, Фаир, Амверси. Она присутствует везде, во всех. Но хореографию отличает только акцент, только счет. Потому как бы можно одну и ту же комбинацию делать с разными акцентами. И это уже хореография. То же самое и с преподаванием. Если педагог понимает, что такое ритм, если он понимает, что такое мышцы, если он понимает, что такое координация, индивидуальная координация ученика, если он понимает, что такое задача, для чего дается то или иное движение, сочетание движений, для чего он задает. Потому что любое движение должно быть проведено через весь станок в сочетании, через всю середину, через все прыжки. Для того, чтобы потом это использовалось в вариациях и так далее. К сожалению, людей, которые это понимают, их единицы. Из миллиардов людей, наверное, на земном шаре есть три или четыре. Все остальные просто дают уроки. Не бывает классов Петипа, не бывает классов Вагановой, не бывает классов Чикетти. Есть уроки, записанные их уроки. Но это люди давали на определенный материал, в определенное время, при определенном репертуаре, при определенной координации тех людей, кто у них стоял в классе. Потому говорить о том, что какой-то есть закон, применимый для Пети и для Васи одинаковый, нет, к сожалению. Конечно, когда ты учишь класс, ты учишь детей, ты должен показать программу, ты пытаешься их научить. Но когда ты начинаешь готовить репертуар, одну и ту же вариацию в Щелкунчике, в Любином озере, в Спящей красавице, ты начинаешь готовить сообразную индивидуальность этого человека. Потому в русском балете было, к сожалению, до недавнего времени амплуа. Не может каждая уродина танцевать джизель, не может каждая уродина коротконогая, кривоногая танцевать адепту и так далее, и так далее. Не может каждый человек выходить с Алором или Альбертом. Этого не может быть, потому что для этого подбирали специально артистов. Никогда, ну вот, например, для меня это было свято. Я никогда не танцевал чужой репертуар, и, мало того, не перетанцевал ни один день, потому что я уважал свою профессию. Мне было безразлично, кто мне что не говорил, кто мне что. У меня были свои приоритеты и свои какие-то ориентиры. Что касается того, кто как учит, ну, одно и то же плие могут учить все педагоги школы, и не научить никто, а может быть, один педагог научит делать это плие. К сожалению, чем больше я преподаю, чем больше я принимаю экзамены, чем больше я смотрю по миру, педагогов нет. Категорически, катастрофически нет. Их в мире два-три человека. Все остальное это просто коч. Или как это? Слава богу, что мы не доктора. Люди, которые, ну, просто задают комбинации. Комбинации можно задавать по угоду. Есть огромное количество людей, которые имитируют классы Мессерера. Есть огромное количество людей, которые имитируют классы якобы легата. Есть огромное количество людей, которые имитируют якобы русскую школу Ваганова. Это все ерунда. Если человек не понимает, то он никогда не научит. И такой пример просто элементарно. Вот один из ведущих педагогов Академии русского балета, это Людмила Валентиновна Ковалева. Если посмотреть на ее метод преподавания, он никакого отношения не имеет к стандартному, так скажем, Вагановскому методу. Но у нее за ее огромный творческий путь, за ее огромный творческий опыт создалась своя система. Конечно, это можно назвать школой Ковалевой. Но владеет ею только она. И она, сочетая какие-то свои наработки, свой опыт, свои размышления, дает результат каждый раз. Каждый раз разный, потому что дети разные и так далее. Потому что она понимает, зачем она это делает. И очень часто я с ней в чем-то соглашаюсь, не соглашаюсь. Мы с ней иногда обмениваемся какими-то, ну как бы друг другу помогаем. Иногда мы спорим о чем-то. Но я знаю точно, что она в итоге приведет к тому результату, который нужен, потому что у нее есть этот дар. И очень много людей, которые рядом преподают, которые делают типа точно по кальке якобы Вагановской школы, но у них ничего не получается. Они получаются, потому что они просто не понимают. С Людмилой Валентиновной можно соглашаться или не соглашаться, но победителей не судят. И тут в данной ситуации я очень часто с ней в чем-то не согласен. Мы с ней иногда не по методике спорим, а спорим по каким-то, можем, стилистическим моментам. Но у нас по методике с ней нету спора, потому что мы это делаем для сцены. Мы понимаем, что нам нужно любыми способами того или иного индивидуума привести к результату. А с некоторыми спорить, что спорить, что не спорить, никогда они не приведут к результату. Я тебя обожаю. На всех, вот если взять в московском училище дело Пестова и посмотреть все его обсуждения, всех его экзаменов, есть одно и то же замечание. Оно проходит через все его экзамены. Ребята оттягиваются у станка. Они будут плохо стоять на середине. Его все ученики выходили на середину и стояли как вкопанные. Жилетно, да. Потому что он умел поставить на ногу. А то, что они оттягивались у станка, это был его такой, видимо, какой-то метод. Не знаю, у меня нет ощущения. Когда мои ученики приехали в Париж и стали заниматься в Парижской школе, к ним подходили все и говорили, что они оттягиваются у станка. Я стал смеяться, потому что они вышли на середину. Мои стояли, все остальные лежали на полу. Вот и все. Это есть непонимание того, как надо поставить ось. Люди не понимают, что мне сделать. Я все, что мог, я сделал три экзамена, два выпускных, один второго курса. Пусть кто-нибудь сможет научить хотя бы сделать половину движений, которые у меня дети делают на втором курсе. И так, как они делают. С такой частотой, с таким пониманием оси, с таким приземлением. И тишиной. Тогда я, может быть, вступлю в диалог. Я бы не хотел стать твоим конкурентом, это точно. Но, секунду, секунду. Я не про конкурент. Я просто вообще ни с кем не соревнуюсь. Мне абсолютно, мне вообще давно наплевать в мире балета на всех. И на коллег танцующих, когда я танцевал. И на коллег преподающих по одной простой причине. Я понял, что я ни с кем не хочу вести никаких дискуссий. Я занимаюсь своим делом, и мне никто не интересен. У меня есть колоссальные результаты, потому что именно мои ученики, ну, так или иначе, они составляют... Резюмирую, я тебя обожаю. Почему? Потому что точно так же коснулся Ковалева и объясняю, что она... Просто это примерность. Она не шаблон. Она не шаблон. Она может трансформировать урок под свои нужды сегодняшнего дня. Она видит цель, она туда дойдет любым способом, меняя все, что угодно. Ну, потому что это и есть педагогика. И точно так же я обжегся на Пестове, которого я пытался копировать много лет. Все копируют Пестово на сегодняшний день, его так называемые ученики, потому что когда им надо сказать, что якобы они умеют что-то, они сразу говорят, что это метод Пестова. Они ничего в этом не понимают. Они никогда у него не учились преподавать. Они у него, конечно, учились в школе, когда были детьми. Но они не понимают, зачем он это давал. И несмотря на то, что Петр Антонович не менялся в течение своей жизни, очень тяжело что-либо менял, он подстраивался под материал. И только перед смертью он все-таки сказал честно, что... И это вот написано в книге, в интервью, где он дает обо мне. И он сказал, что ему в жизни повезло два раза. Потому что это был идеальный материал, да, это был Вова Малахов, и мне очень повезло быть этим вторым. Потому что это был просто очень удобный материал, на котором он отчасти экспериментировал. И если на Малахове он по-настоящему экспериментировал, то я уже проходил по той дорожке, по которой он прошел с Малаховым, где он 8 лет учил. И, ну, к нам он подходил нестандартно, потому что мы были абсолютно нестандартные материалы. И тогда такой материал в мире не учил никто, а ему вот два раза это выпало, да. И когда к нему пришел третий раз такой мальчик, у него с ним уже ничего не получилось. И он потом честно говорил, почему у него не получилось. Потому что, ну, просто у него не было сил это дожать. Вот и все. У него не хватило просто своих личных сил, чтобы это дожать. Спасибо большое. До свидания.